Дмитрий Иванович Менделеев Дмитрий Иванович Менделеев Когда Дмитрий Иванович Менделеев был профессором Петербургского университета, его аудитория ломилась от слушателей. И вот раздается оглушительный, долго длящийся гром рукоплесканием. Из маленькой двери, ведущей на кафедру, появляется могучая, сутуловатая фигура Дмитрия Ивановича. Он машет рукой, давая знак к тишине. Вы знаете сказки, в которых говорится о том, что приходит кто-то и говорит, фу, русским духом пахнет. Вам это непонятно. Вам это в детстве кажется чем-то даже смешным. Когда поживете, когда увидите, что есть во всем, что сложилось, что образовалось, что имеет влияние, есть во всем нечто неуловимое, что люди в первичном виде всегда изображали в виде духа, то есть воздуха. Так есть и в университетах свой дух. Этот дух состоит исключительно и всецело в существе, только в одном. В стремлении постигнуть истину во что бы то ни стало. Истина не спрятана от людей. Она среди нас, во всем мире рассеяна. Ее везде искать можно. И в химии, и в математике, и в физике, и в истории, и в языкознании, во всем том, что направлено к отысканию истины. Оттого-то все это и соединяется в университете. Из всех признаков, отличающих гениальность и ее проявление, два, кажется, являются наиболее показательными. Это, во-первых, способность охватывать и объединять широкие области знания, и, во-вторых, способность к резким скачкам мыслей, к неожиданному сближению фактов и понятий, которые для обыкновенного смертного кажутся далеко отстоящими друг от друга и ничем не связанными. Эти черты мы как раз находим у Менделеева. Можно сказать, что они проходят через всю его разнообразную деятельность, столь богатую событиями духовной жизни. Плоды трудов моих, прежде всего, в научной известности, составляющие гордость не одну мою личную, но и общую русскую. Всего более четыре предмета составили мое имя. Периодический закон, исследование упругости газов, понимание растворов как ассоциаций и основы химии. Тут все мое богатство. Наука была для Менделеева первой его главной службой Родины. Свою педагогическую деятельность Менделеев называл второй службой Родины. Эту книгу Дмитрий Иванович написал как учебник для своих студентов. А она стала не только энциклопедией химических знаний 19-го столетия, но и любимой настольной книгой многих поколений естествоиспытателей. Третья служба моей Родины наименее видна, хотя заботила меня с юных лет до сих пор. Это служба по мере сил и возможностей на пользу роста русской промышленности, начиная с сельскохозяйственной. Русское сельское хозяйство известно мне не по одной начитанности, а прямо на деле, по личному опыту. В самую эпоху освобождения крестьян, когда земля сильно подешевела, я купил в московской губернии, в Клинском уезде, около четырехсот десятин земли, отчасти обрабатываемой, отчасти запущенной. В пять-шесть лет мне легко удалось, по крайней мере, удвоить всю урожайность земли. И тогда же мне стало ясно, что повсеместно в России, которую я могу сказать изъездил, легко достигнуть такого же удвоения урожая. По предложению Дмитрия Ивановича Менделеева, вольным экономическим обществом была организована система опытных полей. Несомненно, первая, когда-либо осуществленная в России. Впервые были проведены химические анализы почв, изучались влияния различных удобрений. Однако, только в тридцатые годы нашего века могли быть проведены грандиозные географические опыты академика Прянишникова, когда по единому плану в течение пяти лет работали триста научных учреждений. Дмитрий Иванович родился в Тобольске, в старинной столице Сибири, в центре ее культуры, основанной еще Ермаком. В городе пароходовладельцев, купцов, мастерового людо. Старая часть города мало изменилась с того дня 1899 года, когда Менделеев был здесь в последний раз, восторженно встреченный земляками. Мои, так сказать, теоретические усилия начались с настойчивой пропаганды в пользу возможностей развития выработки бакинской нефти. В эпоху, когда к нам ввозились миллионы пудов американского керосина. Для развития нефтяной промышленности он сделал неизмеримо много. Предложил и испытал в заводских условиях новые методы перегонки нефти. Ему принадлежат идеи постройки нефтепроводов, размещение нефтеперегонных заводов в центре страны, идея создания нефтеналивного флота. Он увидел первые успехи русской нефтяной промышленности и был счастлив им. Это кадры сегодняшнего Донбасса. Менделеев был здесь в 1888 году. Много-много веков в земле флостом лежат, не шевелясь, могучие черные каменные великаны. Они, шутя, двигают корабли, молча, днем и ночью, вертят в затейливые машины, катят, где велят целые поезда, куют, придут. Не из сказки это, у всех на глазах. Это поднятые великаны, носители силы и работы, каменные угли. Менделеев представил правительству конкретную программу развития экономики всего Донецкого края и тут же высказал блестящую из далекого будущего идею о подземной газификации угля. Эти кадры сняты в Магнитогорске. Урал превращен ныне в сложный промышленный комплекс. Уральские руды сочетаются с кузнецким и каргандинским углем и эти идеи впервые были выдвинуты Менделеевым. В 1899 году уже старый ученый с группой помощников был командирован правительством на Урал. Нужно на месте разузнать причины малой подвижности уральской железной промышленности. Менделеевское исследование Урала современники называли энциклопедией. Для его времени это почти фантастика. Он намечает обширный план превращения Урала в сложный многосторонний промышленный комплекс. Дмитрий Иванович Менделеев был известен как человек исключительных душевных качеств с мужественным и неустрашимым характером. Это с особой яркостью проявилось в его знаменитом полете на воздушном шаре 7 августа 1887 года, когда он поднялся в верхние слои атмосферы для некоторых наблюдений во время затмения. Аэростат не смог поднять двоих. Полетел один, не молодой, не умеющий управлять им, Менделеев. Это был, конечно, очень рискованный поступок, но, к счастью, все закончилось благополучно. Я невольно припоминаю ответ Суворова. Счастье, помилуй Бог, счастье. Да надо что-то и кроме него. Мне кажется, что важнее всего спокойное сознательное отношение к делу. Так же, как в наши дни мы ждем вестей из космоса, люди конца 19 века с волнением воспринимали каждый шаг продвижения к полюсу. Имена Норденшельда, Нансена, Амундсена были у всех на устах. И когда в 1897 году адмирал Макаров выдвинул идею создания мощного ледокола, Менделеев сразу же ее оценил и горячо поддержал. В 1898 году ледокол Ермак был заказан в Англии. Через год спущен на воду. Легко проложив в себе путь во льдах, Ермак пришел в Кронштадт. Адмиралу Макарову поздравляю, петербургский лед вы победили, жду такого же успеха в полярных льдах. Тогда же Менделеев предложил свой дерзкий маршрут через Северный полюс к Дальнему Востоку. Сравните, предложенный им маршрут почти полностью совпадает с тем, что проложен для атомного ледокола Арктика. Как мечтал Менделеев о таком походе. Как все большие и сильные люди, Менделеев очень любил детей. У Дмитрия Ивановича их было шестеро. Владимир, Ольга, Иван, Любовь, Василий и Мария. Сам Дмитрий Иванович был семнадцатым ребенком в семье учителя Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны Менделеевой. Мать Дмитрия Иванович вспоминал с особенным чувством и благоговением. Одна из его лучших работ посвящена матери. В начале 70-х годов Менделеев и Крамской учредили общество для единения художников, ученых и литераторов. В числе ближайших его друзей были Архип Иванович Куинджи, многие передвижники. Помню, Дмитрий Иванович пришел необыкновенно оживленный и предложил идти в мастерскую Куинджи смотреть новую картину «Ночь на Днепре». Мы долго сидели перед картиной, слушая Дмитрия Ивановича, который говорил о пейзаже вообще. В древности пейзаж не был в почете, хотя существовал. Даже у великанов в живописи 16-го столетия пейзаж, если был, то служил лишь рамкой. Тогда вдохновлялись лишь человеком, тогда поклонялись уму и духу людскому. Время сменилось. Стало понятно, что человек, его сознание и разум только доля целого. И века наши будут когда-нибудь характеризовать появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы. В 1892 году Менделеев принял предложение возглавить палату меры весов. Многие восприняли это как уход старого ученого на покой. Они не знали Менделеева. В метрологии началась новая Менделеевская эра. Учреждение музейного типа очень скоро превратилось в первоклассный научный центр. Эти гири и гирьки, эталоны веса разных стран и даже городов, десятки, сотни различных эталонов наследие прошлого. Без полного их единообразия внутри стран и между странами нельзя успешно развивать экономику и торговлю. Полное возобновление русской национальной системы эталонов потребовало шесть лет. Выверенные эталоны массы и длины были торжественно замурованы в стенах Сената. Менделеевскими методами сверхточных измерений пользуются сегодня. Но они остались бы только достоянием науки. И ничего бы не изменилось в огромном теле России, если бы Менделеев не организовал государственную поверочную службу. Всего за пять лет специально подготовленные поверители проверили все обращающиеся в стране меры и весы. Таким образом, единообразие меры весов было достигнуто. Страна оказалась подготовленной к принятию международной метрической системы в 1918 году. Это был последний гражданский и научный подвиг великого ученого на службе Родине. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОДИТЕЛЬНЫЙ Специалисты убеждены, Менделеев был прирожденным метрологом. Впрочем, физики утверждают, что физикам, химикам, что химикам. Вероятно, он был энциклопедистом, одним из немногих в новейшей истории. Нам особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую природу, всю русскую действительность, для того, чтобы мы могли сделать настоящие, самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok